приветствую друзья сегодня я хочу вам показать мариупольские новогодние елки из трех локаций первая локация это будет в тысячи мелочей затем драм театр и городской сад буквально час назад на улице шел снег а сейчас как видите льет дождь вот такая бывает погода в мариуполе это тысяча мелочей и вот такая здесь стоит елка на площади и все таки друзья вчера дождь усилился я даже успел немного промокнуть поэтому продолжаю съемку сегодня снова елка на тысячи мелочах мариуполь А теперь мы с вами прогуляемся к драмтеатру и посмотрим, какая ёлка стоит там. Погода сегодня поприятнее, даже иногда радует солнышко своими тёплыми лучами. И как только оттеплеет на улице, сразу появляются люди. Снимаю людей для тех, кто спрашивает у меня, а где же люди? А люди работают, друзья, и на улицах они появляются перед работой, либо после. Проспект Ленина, район Дома связи. Проспект Ленина, 74, здесь открылся новый супермаркет. Аверс. И чуть левее магазин хостоваров Планета. Этот дом уже привели в порядок. Балконы здесь уже одинаковые, за исключением вот этого балкона. И с правой стороны ещё два балкона. Как видите, на остановках много людей. И в этом доме тоже оставили один застеклённый балкон. Во всяком случае, он выглядит хорошо. Не как курятник. На месте дома с часами возводят новостройку. Мы подходим с вами к подземному переходу. Дома здесь вокруг преображаются. Уже не выглядят такими серыми. подземный переход восстанавливается. Вот так быстро возводится новостройка. на месте дома с часами. Дома. 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 И вот мы с вами подходим к драмтеатру. Вижу, что ёлку всё ещё наряжают. Её начали устанавливать ещё пару дней назад. Но видимо из-за непогоды этот процесс растянулся на несколько дней. А сейчас мы с вами пройдёмся вокруг сквера и переместимся в городской сад. Это всё старая часть города. Дома с красивой архитектурой. Все эти объекты восстанавливаются. Один из таких старых домов уже выглядит хорошо. Его почти восстановили. Этот дом будут возводить почти с нуля. здесь осталось всего пару стен. Но всё равно взялись за его восстановление. А это школа искусств. И она в процессе восстановления. на территории сквера всё ещё ведутся реконструкционные работы. Внутри этих зданий ведутся восстановительные работы. Слышно как работают строители. Это бывший ресторан Метрополь. Улица Артёма, дом 33, дробь 52. Окончание восстановительных работ не указано. А теперь мы с вами перемещаемся в городской сад. Я иду по улице героя Советского Союза Владимира Григорьевича Семенишино. И городской сад уже близко. Семенишино, 43. И вот мы с вами пришли в городской сад. Конец декабря, а у нас всё ещё зелёная трава. Вот такая погода в Мариуполе. Но, кстати, уже несколько недель подряд каждый день туман и дождь. И только один-два раза в неделю погода нас радует. Посмотрим, какая ёлка установлена здесь. Здесь восстанавливают сцену. Собрали такой полукупол. Уже установили лавочки. И вот такая ёлка стоит в городском саду. Она не собрана частями. Её привезли целиком. Большая ёлка. Ночью, конечно, она подсвечивается гирляндами и выглядит поярче. И мы с вами обязательно посмотрим на Азовское море. Такой пейзаж нельзя пройти мимо. Отсюда видно ЖД вокзал и я вижу, что его уже собрали полностью. В другой раз мы обязательно с вами прогуляемся к ЖД вокзалу и посмотрим, как он выглядит на сегодняшний день. Красивый вид, конечно. Вот это вот разрушенное здание, это бывший профилакторий здоровья. А чуть левее мы с вами видим новостройки. Это территория Нахимовского училища. И на этой территории сейчас ведётся масштабное строительство. Красивый сегодня горизонт. Очень хороший контраст. Потому что в предыдущие дни постоянно был туман. Сегодня красота. А сейчас, друзья, мы с вами переместимся на центральную аллею Приморского парка. И я вам покажу там ещё кое-что. Красота. Городской пляж. В 2024 году его ожидает полная реконструкция. Сейчас мы можем наблюдать прилив. Часть пляжа затоплена полностью. А чуть дальше мы можем также видеть, как работает экскаватор. Расчищает пляж. Какая чистая вода. Обалдеть. И песок стал чище. А эту часть пляжа, видимо, размыло во время шторма. Который мы наблюдали почти месяц назад. Здесь тоже самое. Да, волны тогда были очень сильные. Здесь укрепляют конструкцию, защищающую от волн. Чтобы шторм больше не разрушал набережную. И не было оползней. Реконструкция пляжа уже началась. Реконструкция пляжа уже началась. И мы с вами поднимаемся уже на смотровую площадку. Центральной аллеи Приморского парка. В такую погоду гулять одно удовольствие, друзья. Обалденная погода. Такое спокойствие внутри. Смотровая площадка. Нахимовское училище. Вся эта территория тоже относится к Нахимовскому училищу. Здесь будет несколько корпусов. А здесь находится то, что я вам хотел показать, друзья. На этом месте возводят Ледовый дворец. Здесь везде сплошные стройки. Кстати, слышал, что Ильичовец будут переименовывать. Итак, друзья. Сегодня шикарный день для прогулки. И мы с вами это сделали. Несмотря на то, что я начал эту съемку еще вчера. И дождь меня остановил. В общем, друзья. Мы с вами прогулялись. Сделали такой хороший круг по центру города. Через городской сад. Прошлись по набережной. Поднялись на смотровую площадку. И мы увидели, что Мариуполь возрождается. А также, друзья, с наступающим Новым Годом. Всем мира и добра. И не только в Новом Году, а на всю жизнь. Пока. Друзья, я уже приехал на поселок Моряков. И решил подойти к обрыву. И показать вам пейзаж отсюда. Погода, конечно, нас сегодня очень порадовала. А к вечеру солнышко греет еще сильнее. И вот такой пейзаж. С обрыва поселка Моряков. Да уж. Красота. Шикарный день. protesters показывают... act ведущей за ок publicly. Зап toc Utah я видела chopper? Аaf.